Роман Суржиков, цикл Полари, дополнительная повесть Врата доверия Конец февраля 1775 года от Сосшествия. Нэн Клэр, королевство Дарквотер. На обочине дороги у въезда в город Нэн Клэр двое парней избивали нищего. Они отдавались своему занятию слаженно и с душою, Пока один охаживал нищего мелкими частыми пинками, второй отступал на пару шагов и отоваривал с разбегу. Оба бурчали под нос с азартной узлобой, как принято у болотников в подобных случаях. Однако при всем усердии парни не слишком преуспевали. Нищий ловко вертелся на придорожной слизи, избегая самых сильных пинков. «Бери больше!» Только что он сам пнул одного из парней прямиком в колено и опрокинул в грязь, к полному восторгу зрителей. Последних, кстати, собралось немало, ведь час стоял предзакатный, и люди стремились войти в город до закрытия ворот. Были тут и охотники за травами, и странствующая ведунья с подмастерицей, и мрачный воин в маскировочном плаще, и несколько торговцев, и южный пророк. Пророк, этот белобородый мужчина, облаченный в серое, прибыл последним и упустил начало драки. Теперь, с недаемый любопытством, он выдвинулся в первые ряды и спросил. «Господа, за что вы его бьете?» «Пиявка!» – буркнул первый парень. «Он нас испачкал!» – добавил второй. «Действительно, оба парня были черны от пяток до макушки, не дать не взять трясинные крысы». «Мне думалось, это следствие драки, а не ее причина», – удивился пророк. «Поганец закидал нас грязью!» «Погодите, дайте понять!» – старик шагнул между парнями и нищим. «Ты намеренно их испачкал?» Нищий встал, воспользовавшись передышкой. Был он худ, ребрист и высок. «Как последних свиней!» «Позволь узнать, зачем!» Нищий кивнул на привратников с копьями. «Те идиоты сказали, что не пустят в город, раз я грязный. Сказали, в ворота пройдут только чистые. Я ответил, тогда пусть и этих тоже не пускают. И залепил им землей в репы. И всякому залеплю, кто только сунется. Никто в город не зайдет! Все будут грязные!» Он с вызовом сверкнул зрачками. Пророк улыбнулся. Позабавила его эта логика. Нищий прищурился на старика. «Хочешь, тебе тоже залеплю?» Пророк пожал плечами. Нищий нагнулся, зачерпнул полные пригоршни из клиского болотного чернозема. Хмыкнул. «А толку? Ты одинаково весь в сером. Давай лучше ему!» Рядом стоял человек из свиты пророка, одетый в белую сорочку, дорожный сюртук из дорогого сукна, роскошный бархатистый плащ, скрепленный на груди серебряной фибулой. Он не успел и пикнуть, как ком грязюки угодил ему ниже подбородка, облепил всю шею и обильно потек за шиворот. «Ах ты, канальный отброс!» взревел человек и кинулся к нищему, выхватывая кинжал. «Стой, Гирион!» приказал пророк. Превратники, что до сих пор лишь наблюдали сцену, подошли ближе. Один пригрозил нищему копьем. «Убирайся прочь, пиевка!» А второй поклонился пророку. «Премудрый, нам велено впустить вас без проволочек. Добро пожаловать, входите!» Пророк окинул нищего взглядом. «Желаешь пойти со мной?» «Это зачем?» С оттяжкой удивился нищий. «В Нен-Клэр. Ты же хотел войти в город». «А кто ты вообще такой? Рожа вроде знакомая. На южанина похож. Что, Шемерец забыл в болоте, а?» Городской стражник огрел его древком по спине. «Думай, с кем говоришь, слезняк. Перед тобой премудрый пророк, великий сновидец». «Премудрый? Правда?» Нищий дерзко хохотнул. «А похож на дурачину. От солнца вина и баб сбежал в болото. Тоже мне мудрец!» Пророк усмехнулся и кивнул стражником. «Считайте, что этот человек со мной. Впустите его в город». Здесь нам придется сделать паузу в истории и ответить на вопрос, которым наверняка уже задался проницательный слушатель. Ведь и правда, что Шемерец, да еще такой уважаемый, мог забыть в склизском Дарквотере? И из чего вообще южанин взялся предсказывать будущее, словно какой-то северный агатовец? Чтобы утолить слушательское любопытство, скажем, несколько слов о пророке. Девять лет назад он был совсем другим человеком.